Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева Черкесия. За первое полугодие 2023 года курорты Карачаева Черкесии посетили 1 миллион 233 тысячи туристов. Это на 30 тысяч больше показателей аналогичного периода прошлого года. Популярными направлениями остаются курорты Дамбай, Архыз, а также туркомплекс Медовые водопады. Развитие инфраструктуры горнолыжных курортов и работа над повышением уровня сервиса положительно сказывается на постоянном росте туристического потока в регион и увеличивает лояльность туристов. Курорты развиваются, становятся все более комфортными для посетителей и предлагают все больший спектр услуг для любителей как активного, так и пассивного отдыха. Все чаще стали проводить гастрономические мероприятия и фестивали, которые, в свою очередь, привлекают в регион новых туристов. По итогам 2022 года курорты региона посетили более 1 миллиона 900 тысяч туристов. По итогам текущего года ожидается более 2 миллионов. Также глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов заявил, что к 2030 году ожидается рост туристического потока в два раза, что составит около 4 миллионов человек в год. Фестиваль народных промыслов и декоративно-прикладного искусства карачаевцев и балкарцев «Алтын-Кол» состоялся на Голубых озерах, расположенных в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Он проводится фондом сохранения памятников истории и культуры «Сто шагов к Кайсыну». Главной целью фестиваля является сохранение исторического культурного наследия карачаево-балкарского народа и побуждение молодых людей к занятию народными промыслами. Смотрите репортаж наших коллег из Кабардино-Балкарии. Национальные мотивы и европейский стиль. Показы мод на «Алтын-Коле» – давняя традиция. Каждый год сюда приезжают мастера из Дагестана, Карачаева-Черкесии, Калмыкии и Ингушетии, чтобы продемонстрировать красоту женского костюма. Сегодня одежду представляет Зухра Язиева из Черкеска. Седьмой год. Фестиваль становится местом притяжения народных мастеров со всего Кавказа. Чтобы сделать такой нож, два дня. Два дня работы, да, и нож, в принципе, готов. Хотелось бы каждый год приезжать в свои республики, свои работы показывать в свои республики. Предметы быта, сёдла, кинжал, ювелирные украшения, необычные произведения ремесленников. К примеру, чучело лошади в полный рост, привезённое из Карачаева-Черкесии, просто заворожило туристов. А ещё представители старшего поколения соседней республики приехали в традиционной кавказской одежде. Задача сохранить богатейшее культурное наследие страны – одна из государственных. Организаторы уверены, такие встречи крайне необходимы. Тем более, что Голубые озёра, где фестиваль проводят с 2015 года, посещают тысячи жителей других регионов. В этом году темой алтенкола стала традиционная архитектура и родовые постройки. Фестиваль в Черекском районе длился до самого вечера. Для участников организовали большой концерт, и все желающие могли показать свои танцевальные способности. Нуржан Кубадзиева, Сия Джабоева, Тимиркан Фанзиев. Вести. Кабардино-Балкария. Сейчас о погоде на выходные. После продолжим выпуск. Субтитры подогнал «Симон» Государственный театр Республики Дагестан на аварском языке поставил пьесу «Операция Альмагуль» известного ногайского писателя и публициста Исыка Паева. Режиссёром спектакля выступил Магомед Ариб Сурхатилов. Он является художественным руководителем аварского театра. Помогал ему директор Ногайского театра Республики Дагестан Байсултан Джумакаев. Эту комедию Исас Уинович написал давно, а в 2010 году она была издана на русском языке. Позже была напечатана в книге драматические произведения и на русском, и на ногайском языках. И то, что театр, Дагестанский театр поставил ногайскую пьесу, для автора стало приятной неожиданностью. Это было неожиданно, совершенно неожиданно. Они хотели сюрприз преподнести, во-первых, и мне самому, и жителям нашей республики, ногайскому зрителю. Хотели показать, вот мы, значит, так относимся к нашей общей культуре, и вот делаем такой подарок. Спасибо, конечно, большое это дело, когда с другой местности, с другой республики такой шаг делают. Очень интересно было, вот актеры, я посмотрел, вот главная героиня очень хорошо сыграла в этом роль. Молодые актеры, это совсем молодые люди. Я думаю, что там в театре у них перспектива есть, и более сложные вещи ставят. А это комедия, это небольшая комедия, всего три актера. Адыгская скрипка «Шичепшин», изготовленная по старинной технологии, ожила в руках молодых музыкантов-фольклористов и зазвучала аутентичными мотивами. За их виртуозное исполнение на международном фестивале «Звездочки Адыгеи» инструментальный ансамбль созвездий из Хабетского района был удостоен гран-при конкурса. На одну из репетиций молодого творческого коллектива побывала Фатима Даурова. Посетителями Центрального парка Аула Хабет сегодня стали особенные гости. Особенные потому, что эти молодые ребята и девчата являются участниками инструментального ансамбля «Варуаба созвездия» районного Дворца культуры. Сегодняшнюю репетицию они решили провести на свежем воздухе, в полуденной тени деревьев. Каждое занятие они совершенствуют и шлифуют свои исполнительные навыки юных музыкантов. Некоторые дети сразу садятся, и как будто это их инструмент уже. Некоторым чуть сложнее, но все они достигают цели. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но все они начинают играть. И вот ребенок никогда не видел этот инструмент, он слышит звук, и как будто он уже слышал где-то этот звук, как будто это у него в душе, уже в сердце. Изготовлением музыкальных инструментов занимается наставник ребят Азамата Шибоков, который сам продолжил творчество отца по производству щечебщина. В наставнической работе ему помогает супруга Ася. Заставить звучать старинный инструмент довольно непросто. У него проявляется свой характер, который в процессе осваивания навыков обращения с ним синхронизуется с внутренним настроем и характером исполнителя. Кто знает, сколько столетий прошло с тех пор, как адыгский музыкант впервые заиграл на скрипке со струнами с мычком из конского волоса. И его чарующие звуки огласили улицы и дома черкесских селений. С незапамятных времен этот инструмент, известный миру как щечебщина, вошел в духовную жизнь адыгов. Под его аккомпанемент в Кунацких народные певцы исполняли исторические сказания из нардского эпоса, героические и шуточные песни, танцевали на черкесских игрищах, врачевали раны и болезни. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня обучать детей старинному песнопению, этикету, языку сложно из-за многих современных факторов, влияющих на восприятие и мировоззрение молодых людей. Супруги Азамат и Ася Ашибоковы в 2014 году решили создать первый детский ансамбль старинного песнопения и инструментальной музыки аутентичного стиля «Вароба». Из первых же потоков их учеников вышли виртуозы игры на щечебщина. Они обрели не только свой почерк, но и достигли определенной внутренней свободы, свойственной народным исполнителям. Мне мама предложила попробовать, и мне тоже стало интересно, поэтому мы пришли, попробовали, потом мне понравилось, и я уже начала заниматься этим. Ты помнишь свои первые ощущения, когда ты взяла в группу щечебщину? Немного, это выполнительно. И я тогда еще не знала, что это такое, и все такое, и мне было интересно попробовать все это. Вот теперь, когда у тебя все получается, когда ты созвучила своему инструменту, как ты думаешь? Я думаю, я созвучна со своим инструментом, и мне это очень нравится. Ребята сами изучают забытые мелодии, ищут песни в архивах, восстанавливают и реконстрируют, кропотливо осваивая игру на старинной скрипке. Каждая песня – это целая история. Например, как эта, которая рассказывает о вражде двух мамочных братьев. Помимо танцевальных мелодий, я продвигаю еще и именно песни старинные, различные ритуальные, обрядовые какие-то. То есть ты сам интересуешься? Сам интересуешься, да. Ну, я делаю это не один. А с кем ты делаешь? Делаю с группой музыкальной, черпачёщей. В июне этого года участники ансамбля Вагоба показали свое мастерство на международном фестивале-конкурсе детского и юношеского художественного творчества «Звездочки Адыгеи», где в очно-заочном формате выступали творческие коллективы и исполнители из России и стран зарубежья, даже из Танзании, Ливана и Мозамбика. По итогам выступлений гран-при международного фестиваля был единогласно присужден талантливым участникам ансамбля Вагоба «Созвездие». Дипломом гран-при международного фестиваля-конкурса детского и юношеского художественного творчества награждается барабанная дробь ансамбль Вагоба. В этой победе вся заслуга детей, я считаю, они выложились на 200%, они выполнили задачу полностью поставленную, они сыграли, может громко будет сказано, но действительно профессионально сыграли, вообще без одной помарочки, можно сказать. Исполняя аутентичный фольклор, совсем юные музыканты являются олицетворением культурного образа своего народа. Они восстанавливают и поддерживают красивые традиции черкесов, что дает повод среди соплеменников для особенной гордости. Фатима Дорова, Расул Бердея, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. Вестей подошел к концу. Вестей подошел к концу.